Доклад у меня на тему «Древо Клепот как инициатическая модель Храма Восходящего Пламени». Информации много, но время я, кажется, рассчитала удачно. В еврейской кабале «Древо Клепот» – противоположность «Древо Сефирот» или «Древо Жизни». «Древо Сефирот» состоит из десяти сфер – божественных имманаций, необходимых для сотворения и сохранения мира. Хотя «Клепот» формально тоже десять, в западном эзотеризме принято говорить об одиннадцати «Клепот». Связано это с тем, что, по мнению западных эзотериков, число десять олицетворяет единство и божественную гармонию, а одиннадцать – множественность и демонический хаос. «Цеврита» – «клипа» переводится как «скорлупа», «шелуха» или «оболочка». «Клепот» – соответственно, всё то же самое, но во множественном числе. История осмысления «Клепот» в западном эзотеризме начинается с древнего фрагмента «Ключа Соломона», который в 1865 году, согласно придуманной им легенде, перевёл «Севрита», а на самом деле, скорее всего, написал сам французский оккультист Элифас Леви. Во фрагменте говорится, что, ежели ты перевернёшь священную лестницу и снизойдёшь, вместо того, чтобы восходить, то обнаружишь противоположную иерархию скорлуп – клепот или мёртвых духов. Из определения Леви следует, что иерархия клепот прямо противоположна всему, что олицетворяет каббалистическое древо жизни, или сифирот, разные версии которого бытовали в западном эзотеризме со времён Иоганна Рейхлина и Афанасия Кирхера. Леви воспринимает клепот как нечто пустое и мёртвое. Ту часть Вселенной, магическое взаимодействие с которой, не может принести ничего, кроме вреда. Через несколько десятилетий представления о клепот перекочёвывают в магическую систему Ордена Золотой Зари. Глава Ордена Макгрегор Мазерс не только приводит в одном из документов, предназначенных для посвящённых степени философа, сведенья из фрагмента Леви, но и дополняет их собственными оккультными изысканиями. Мазерс пишет, что клепот – это те, что нечисты и исполнены зла. Это само искажение и извращение Сефирот, греховные узы Вселенной, лучи от колец дракона, изгибающегося. Одиннадцать чинов у них, но говорят, что их десять. Из цитаты Мазерса видно, что он полностью согласен с определением Леви. Мазерс дополняет и расширяет его, объясняя, что клепот лишает Вселенную изначальной гармонии, повергает всё соприкасающееся с ними в хаос и управляются демонами. Такой подход, надо сказать, не сильно отличается от каббалистического восприятия клепот, о котором пишет Гершем Шолем. Зло, поскольку оно отделено от Бога, само по себе бесплодно, и только человеческий грех, который отвлекает жизненную силу мира, и поток добра и святости в потустороннее царство придает ему демоническую силу плодородия. Будучи удаленным от своего общего в древом жизни корня, древо познания само становится древом смерти. Несколько иначе на клепот и взаимодействие с ними смотрел Алистер Кроули. Говоря о необходимости развития тела света в магии, в теории и на практике, Алистер Кроули указывает, что когда ученик освоится на астральном плане, научится восходить на сифиротические планы и реагировать на непредвиденные опасности, он может перейти к исследованиям области клепот и демонических сил. Кроули не отрицает опасность, исходящую от клепот, но считает, что ученик должен получить всесторонние сведения об астральном плане, лично побывав во всех, в том числе и в клепотических его плоскостях. Самого Кроули, однако, больше интересовали не клепот, а пути между ними, в связи с чем он создал Либер-231 или Книгу Таин, в начале которой приведены два столбца сигил. В правом столбце даны сигилы-хранители путей между сифирами Древа Жизни, а в левом – между клипами Древа Смерти. В 70-е годы XX века, опираясь на эту книгу Кроули и его же, Либер-777, ученик Кроули Кеннет Грант создал собственное описание клепотических путей или туннелей Сета, как он их называл. По мнению Гранта, главная ценность туннелей Сета состояла в их способности вывести мага из материальной вселенной за пределы Древа Сефирот во Вселенную Б, в конечном счете лишив адепта отчетливой индивидуальности. Грант, как и маги до него, признавал хаотичность туннелей Сета и опасности, подстерегающие практика, решившего работать с ними. Наименьшей из них Грант считал возможность затеряться в запутанной сети коридоров и комнат, а наибольшей сойти с ума, окажавшись в чуждых для человека измерениях. А что же само Древо Клепот? Работа с ним увлекает другого исследователя произведений Кеннета Гранта, Томаса Карлсона, шведского мага и религиоведа, в 1989 году основавшего Орден Драгон Руж. Один из столпов практики его членов – гаэтическая кабала, в основе которой вяжет работа с Древом Клепот. В самой известной из своих работ «Кабала», «Клепот» и «Гаэтическая магия» Томас Карлсон излагает свои представления о магии, разделяя ее на пути правой и левой руки. По мнению Карлсона, адепт, сведующий традиционным для кабалы путем правой руки, делает все, чтобы восстановить утраченную связь человека и Бога, вернувшись ко временам до грехопадения, когда Вселенная пребывала в гармонии, а Древо Клепот не существовало. Цель же адепта путевевой руки – самообожествление, чтобы достичь его. Он при помощи темных сил окончательно разрывает пуповину, связывающую его с Богом, и перерождается на темной стороне Древа Жизни. В книге Карлсона Клепот, как видно из написанного выше, не только существует практически автономно от Древа Сифирот, но и способны обеспечить адепту пути левой руки самообожествления, полное и окончательное отделение от сотворенной Вселенной. Храм Восходящего Пламени был основан 21 декабря 2012 года. Асенат Мейсон и несколькими участниками Ложи Маган, до 2009 года входивший в состав Драгон Руж. Сегодня храм Восходящего Пламени базируется в Польше, а его члены живут по всему миру. Больше всего их, судя по всему, в США. Главной целью своей работы храм видит, с одной стороны, инициацию как можно большего количества достойных посвященных, а с другой – воскрешение и распространение драконианской традиции, представление о которой подчеркнуты членами храма из работ Кеннета Гранта и Томаса Карлсона. Древо Клепот же становится в Храме Восходящего Пламени инициатической моделью, работа с которой позволяет членам храма совершенствовать свои оккультные умения и двигаться вперед по магическому пути. В первом томе клепотической трилогии Асенат Мейсон «Клепотических медитациях» объясняется, что древо Клепот, которое также называют древом смерти или древом ночи, темная антиструктура каббалистического древа жизни, контакты с которой каббалисты решительно осуждают, а темные маги превращают в инициатическую систему, уверенные, что работа с Клепот дополняет инициации древа жизни. При этом Храм Восходящего Пламени как бы переворачивает идеи Элифаса Леви и Макгрегора Мазерса. Леви и Мазерс упоминали о Клепот, умалчивая о работе с ними, а Асенат Мейсон и другие члены храма поступают точно так же с древом Сефирот, которое в космологии храма присутствует, но исключительно номинально, никаких практик или взаимодействий с ним в пределах храма не предполагается. Это, однако, не мешает Асенат кратко упомянуть несколько теорий происхождения древа Клепот, подразумевающих его связь с древом Сефирот. Согласно первой из них, Клепот появились из-за того, что пятая Сефира, карающий аспект божественной силы Гебура, вышла из Сефиротического равновесия. Когда же ее сила вновь была приведена в гармонию с другими Сефирами, некоторые ее части высвободились и создали свой, отдельный от божественного творения, антимир, в связи с чем падение Гебуры напоминает Асенат восстание Люцифера против божественного порядка. Упоминается в книге Асенат и теория Исаака Лурии, известнейшего каббалиста XVI века, который думал, что древо Клепот появилось из-за цинцим, самоограничение Бога, благодаря которому появилось пространство для сотворения десяти Сефирот и материального мира. Бог наполнил Сефирот светом, но света было так много, что Сефирот, не выдержав, раскололись из их осколков и возникли Клепот, существующие благодаря заточенным в них искрам божественного света. Далее Асенат объясняет, что в Космологии Храма Восходящего Пламени Клепот – эманации демонической пары Люцифера и Лилит, главных божеств храма. Люцифер покровительствует драконианскому пути и символизирует обожествленную душу, работая над эволюцией человеческого сознания с момента возникновения человечества. Люцифер олицетворяет энергию Солнца и огонь восхождения, а Лилит символизирует очарование тьмы и притягательность тайных знаний. Она увлекает души посвященных на темную сторону древа жизни и пробуждает в них стремление к самообожествлению. По мнению Асенат, Лилит управляет древом Клепот, проявляясь на всех его уровнях, а Люцифер, оставаясь на своем троне в Таумиэль, нижней точке древа. Для того, чтобы сделать работу в храме более верифицируемой, Асенат сделала его инициатической моделью древа Клепот, работая с которым, посвященный будет планомерно обретать всю большую силу и в конечном итоге сможет претендовать на самообожествление. В лучших традициях современного оккультизма в храме считают, что Клепот можно воспринимать как реальные миры или аспекты сознания, соприкасаясь с которыми, посвященный взаимодействует с его проекциями. Это, однако, не умаляет важности древа Клепот, ведь, будучи инициатической моделью, оно играет роль карты, позволяющей посвященному не заплутать в темных и хаотичных мирах. Как видите, традиция восприятия древа Клепот за 150 лет сделала практически полный круг. Если Леви и Мазерс доказывали их опасность и практическую полную непригодность в магической работе, обусловленную их удаленностью от источника творения, члены храма восходящего пламени уверены. Опасность, связанная с погружением в Клепот, достойна тех даров, которыми можно овладеть, работая с ними. В связи с этим назревает вопрос, почему, собственно, подобный переворот в сознании вообще стал возможен. Чтобы стать, чтобы дать сколько-нибудь вразумительный ответ, мне кажется продуктивным обратиться к статье Сельви Шеннель о восприятии зла в фантастической литературе. Шеннель проводит четкую грань между литературой модерна и постмодерна, объясняя, что в связи со стремлением человека модерна к конформности, общественной сполоченности и встроенности в социальные институты, такие как брак и семья. Модернистская литература четко отделяла героев от злодеев. Людям модерна, по словам Сельви, были близки герои и злодеи, мотивации и поступки которых были четко противопоставлены друг другу. Для литературы постмодерна же наоборот, характерно формирование сложных, многогранных персонажей, добро и зло в характерах которых составляют единое целое. На мой взгляд, эта литературоведческая концепция способна изменить, способна пролить свет и на изменение взглядов на древо клепот в современной эзотерической практике. Сельви уверена, что постмодернизм оказывает серьезное влияние на культуру как минимум с 80-х годов 20-го века, а сегодня его базовые элементы деконструкция, калаш, стилизация, интертекстуальность и ирония влияют не только на искусство, но и на реальную жизнь. За несколько лет до статьи Шеннель вышла монография Кеннета Грандхальма, посвященная Драгон Руж и Пути Левой Руки, в которой демонстрируется, что в Англии и Америке те, кто стал называть себя магами Пути Левой Руки, появились практически одновременно. В Америке это были Лавей и Церковь Сатаны, созданная в 1966 году, а в Англии Кеннет Гранд и его Тифанианский Орден, появившийся в 1963 году, а постмодернизм по Шеннель отпочковался от модернизма спустя некоторое время после Второй мировой войны. Имея в виду соображение Шеннель и Грандхальма, естественно, будет заключить, что перевороту восприятия древа Клипот мы также обязаны эпохе постмодерна, сделавшей добро и зло одинаково самостоятельными и объемными. Благодаря постмодерну древо Клипот, бывшее раньше отверженной частью оккультной кабалы, стало восприниматься магами пути левой руки как автономная инициатическая модель, работая с которой посвященной ... Лера, уже пора заканчивать. Все, полтора абзаца, посвященной Храму восходящего пламени может достичь основной цели своего пути самообожествления. Что же касается дальнейших исследований, думаю, в будущем мы увидим еще много работ о восприятии древа Клипот и древа Сифирот в других эзотерических организациях, отражении концептов Клипот и Сифирот в искусстве и литературе и влиянии постмодернизма на различные эзотерические концепты. У меня все. Благодарю за возможность выступить. Два вопроса, да? Просто по времени меня слышно, да? Спасибо большое, Валерия, за этот доклад. Очень интересно. У меня вопрос такой. Среди ордена граждан душ, насколько я помню, не принято обсуждать степени адептов на их собрании. Тем не менее, конечным итогом пути инициации, что там, что в крайнем восходящем плане, является самообожествление. У меня вопрос. Существуют ли те, кто по крайней мере претендует современную левую руку на реализацию этой конечной цели, не знаю, помимо господина Койтинга? Я во всяком случае об этом не слышала и я сильно подозреваю, что в связи с тем, какой индивидуализм подразумевает самообожествление, эти люди просто не будут уже состоять в орденах на момент достижения этого уровня. Они уже, скорее всего, просто будут одиночками. Вряд ли они выдержат, чтобы над ними было еще какое-то руководство. Вряд ли. Спасибо большое. Такой вот еще момент. Помимо, собственно говоря, Дракон Руш и Храма восходящего пламени существует традиция использования древа Кликот в рамках так называемого антикосмизма или антикосмического станизма. В нем, в частности, применяются также отсылки на лурианскую табалуни в ее чистом виде, а в ее трактовке таким авторам, как Натан из Газы и Шаббатай Цви. Вот, собственно говоря, саббатианская составляющая, она присутствует в традиции Храма восходящего пламени или нет? Потому что у Дракона Руш насколько я знаю на Натана из Газы и Шаббатай Цви ссылается в Харлске. Если она и присутствует, то в минимальном варианте все-таки обычно дальше лурианской кабалы не идут, видимо, считают, что тогда им придется конкурировать с Шаббатай Цви, а он сам по себе достаточно харизматическая фигура. В общем, видимо, Сенат Мейсон не хочет конкурировать с таким неортодоксальным кабалистом. Может, дело в этом. Но редко упоминают, если упоминают вообще. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.